и добро пожаловать на канал decor play где сегодня мы будем изучать такого чемпиона как физ морской ловкач бешеный crazy frog убийца способный наносить безумно много магического урона за считанные мгновения но опять же лишь в умелых руках поэтому собственно сейчас мы их и будем делать таковыми в целом сам по себе физ довольно таки простой как в освоении так и в управлении персонаж но во время сражений будет требовать от вас мгновенных а главное верных решений чемпион преимущественно средней линии но после того как вы освоите его хотя бы на базовом уровне вполне сможете стоять практически на всех остальных позициях вплоть до джунглей но все же у нас гайд рассчитан больше под начинающих игроков поэтому в данном видео мы будем изучать поведение героя именно на средней линии где собственно я бы вам и посоветовал начать свое знакомство с физом располагайтесь поудобнее ребятки и наслаждайтесь просмотром мы начинаем бомбишь от неадекватных тиммейтов твоей команде не бомби впустую ведь ты можешь это делать управляя огромным флотом world of warships где исход игры будет зависеть только от тебя игра не требовательна и взлетит даже на компьютере который тебе достался от деда а при регистрации по ссылочке в описании обязательно при помощи электронной почты ты получишь бесплатно 1000 дублонов лям кредитов крутейшие премиум корабли аврора и тачибана лима а также премиум аккаунт на целый месяц world of warships держи курс как и всегда наш гайд начинается с детального разбора умений чемпиона по порядку с пассивной способности марской трезубец очень простой но при этом полезный скилл помогающий нам наносить больше урона как во время фарма так и во время сражений с вражескими чемпионами совершая свои удары по любому не другую будь то простая автоатака или же ваши первые два активных умения соперники продолжат получать дополнительный магический урон на протяжении еще трех секунд количество повреждений от этой способности будет составлять 22 единицы магического урона плюс 40 процентов от вашей силы умений какой-то степени нашу пассивку можно даже сравнить каким-нибудь ядом или к примеру с кровотечением дариуса ну или заклинанием призывателя воспламенения которые кстати вполне хорошо бы сочетаться во время игры уже на начальных стадиях благодаря этому умению мы можем довольно таки просто фармить линию добивая вражеских миньонов так как нам не нужно будет ожидать момента для нанесения последнего удара можно ударить его заблаговременно и отойти в сторону наблюдать как наша пассивочка делает свое коварное дело тем самым и сопернику по линии будет намного тяжелее мешать вам добивать своих крипов а при попытке все же подойти к вам ближе вы всегда сможете воспользоваться этим моментом чтобы нанести ему несколько хороших ударов схватки с вражескими чемпионами урон от трезубца будет также очень ощутим для врагов и казалось бы фух вроде как ушел от маленького синего маньяка а нет благодаря пассивочке очередной фраг все же капнул в нашу копилочку 1 активная способность удар сорванца дает нам возможность быстро догонять убегающий от нас цели нанося при этом хороший урон и быть более подвижным во время сражений в целом при его активации фис совершает рывок вперед нанося повреждения всем сквозь кого он будет совершен а также при соприкосновении с противником фис наложит на каждого из них все свои магические эффекты включая разумеется и нашу пассивочку морской трезубец данное умение очень хорошо сочетается со всеми прочими способностями физа и является важной составляющей практически любой его комбинации но об этом мы поговорим чуть позже при его использовании нужно всегда помнить что расстояние рывка фиксирована независимо от того как близко или далеко расположена ваша цель и порой можно проскочить дальше чем вам того бы хотелось например стоя на линии можно пролететь сквозь соперника и попасть под его вышку что может привести вас к весьма глупой смерти но также помимо всего прочего ее можно использовать и для отступления к примеру если вас атакует вражеский чемпион ближнего боя за счет этой способности вы можете резко разорвать дистанцию между дубами пройдя сквозь него оказавшись за спиной атакующего или же кого-то другого кто есть рядом включая их миньонов порой этого вполне может хватить чтобы избежать гибели или хотя бы оттянуть ее сроки чтобы ваша команда успел отреагировать и принять какие-то свои меры что также может быть достаточно полезного время сражений следующее умение кровожадная волна также значительно увеличивать наносимый ущерб соперникам после его применения наша следующая автоатака нанесет отличный дополнительный магический урон при первом ударе и после этого еще в течение пяти секунд физ будет также наносить бонусные повреждения при автоатаках базовое время перезарядки этого умения составляет 10 секунд на четвертом уровне прокачки которая соответственно будет снижаться при покупке нужных нам артефактов и дополнительно время отката будет снижена на одну секунду если ваш первый удар после его активации кого-то да убьют таким образом мы сможем им пользоваться довольно таки часто что поможет нам еще проще и быстрее добивать вражеских миньонов на линии разумеется не забывая при этом и об усилении нашим пассивным умением а также схватки с вражескими чемпионами наносимые повреждения будут тоже вполне ощутимы для соперника если же первым делом вы активируете это умение а затем совершите рыбок своей первой способностью то первая цель на вашем пути получит сразу урон от обоих этих скиллов что на самом деле очень полезно во время поединков и позволяет наносить еще больше повреждений за короткое время также благодаря ей физ становится еще и замечательным пушером так как за счет усиленных автоатак он способен довольно таки быстро сносить вражеские вышки что тоже является полезным качеством этого чемпиона и пожалуй самое крутое умение в арсенале физа это его третья способность баловство обман данная способность является ключевой так сказать фишкой нашего чемпиона так как она способна не только наносить огромный урон по площади но также замедлять врагов помогать нам перепрыгивать через препятствия блокировать атаки соперников и разумеется во время отступления она также будет очень хорошим инструментом при использовании этого умения физ запрыгивает на свой трезубец становясь на одну целую две десятых секунды практически неуязвимым затем спрыгивает с него и наносит просто уйму магического урона в небольшом радиусе от точки своего противления благодаря этому мы можем за считанные мгновения забрать всю партию вражеских миньонов получая весомое преимущество перед своими соперниками важной особенностью этого скилла служит еще и возможность замедления всех кто окажется в зоне высадки физа на 40-55 процентов зависимости от его уровня прокачки также у вас есть возможность согнать физа со своего шеста и раньше чем он закончит колдовать данное заклинание повторным нажатием но в таком случае зона поражения будет меньше а замедление на соперников наложено не будет такое действие может быть полезно пожалуй лишь для повышения мобильности физа или же во время отступления чтобы быстрее отбежать от надвигающихся на вас неприятелей в бою же лучше все таки дождаться пока ваш чемпион сам закончит выполнять это умение так как замедление является крайне важным фактором в контроле соперников да и вам это поможет избежать получения высоких повреждений во время командных сражений в самом начале анимации этой способности когда физ запрыгивает на свой трезубец его нельзя выбирать в качестве цели и все что полетит в вашу сторону просто-напросто проскочит мимо и даже если к примеру z начал совершать по вам свой ультимейт вы можете избежать получения от него большого урона вовремя нажав на это умение таким образом соперник уйдет ни с чем если конечно вообще уйдет а физ останется целым и невредимым также благодаря этой способности физ способен перепрыгивать через небольшие преграды что разумеется можно задействовать и для внезапного ганга и за стен и для быстрого отхода прыг чпок шлёп оп и до свидания при всем разнообразии свойств этой способности она достаточно проста в использовании и к ней довольно таки быстро привыкаешь куда сложнее научиться применять его вовремя так как время отката у нее не самое маленькое но поиграв за физ за какое-то время вы обязательно научитесь им пользоваться исходя из именно вашей манеры игры ну и замечательное абсолютное умение лобля наживца будет напрягать анусы ваших соперников как только они заметят физа бегущего в их сторону при использовании этого умения физ бросает рыбку в указанном вами направлении которая прицепляется к первому задетому вражескому чемпиону а спустя две секунды приплывает акула и подбрасывает вверх всех кто окажется в зоне поражения при этом накладывая на каждого задетого соперника дополнительное замедление вплоть до 80 процентов конечно соперники как правило стараются отбегать от чемпиона ожидающего прибытия акулы но во время командных сражений далеко не всегда это удается и наш чемпион просто обязан ловить подобные моменты так как от этого может зависеть весь дальнейший исход битвы основная доля урона конечно будет совершенно по неприятелю поймавшему рыбку но если рядом с ним на момент появления акулы будет кто-то еще то он тоже получит вполне серьезные повреждения и будет откинут в сторону даже в том случае если вы промахнулись при совершении своего ультимейта то рыбка все равно через какое-то расстояние будет также приманивать акулу конечно соперника будет прекрасно видно зону поражения но тем не менее в некоторых ситуациях у них просто может не быть выбора и придется двигаться именно в том направлении конечно промахнуться рыбкой задача не из простых так как у нее достаточно большой радиус нападения и ей достаточно буквально краешком задеть вражеского чемпиона но бывает всякое и соперники всегда могут успеть уклониться от вашей атаки и пожалуй самой важной особенностью наносимого урона акулы будет расстояние проплытое брошенной вами рыбкой если швырнуть его врага практически в упор то нанесенные акулы повреждения будут минимальные как прочим ее размеры но если расстояние что проплывает рыбка будет значительным то приплывет огромная кого радиус действия которой будет также выше и нанесет максимально возможное количество повреждений всем кто окажется в зоне поражения об этом также нужно помнить всегда чтобы вы могли наносить максимальное количество урона при встрече с вражескими чемпионами теперь давайте рассмотрим несколько вариантов комбинаций умений физа стоя на линии уже с третьего уровня мы можем начинать играть очень агрессивно и постоянно наносить урон своему сопернику используя все свои умения активировали вторую способность и с ней бросились на врага при помощи первой нанесли одну-две авто атаки затем использовали третье умение чтобы вернуться назад при этом игнорируя все контур атаки врага затем мы выжидаем удобного случая чтобы повторить эту комбинацию еще раз помаленьку подготавливать свою жертву для нашей акулы это позволит нам постоянно доминировать на линии оставляя соперника без фарма но при такой игре очень важно помнить что где-то в кустах может сидеть и вражеский лесник ожидая удобного момента для своей атаки поэтому не забываем постоянно следить за его перемещениями и расставлять тотемы для обзора еще одно простое но очень эффективное комбо для ганга единичной цели позволяющая наносить нам большой урон выглядит следующим образом начинаем свою атаку с применения ультимейта разумеется это нужно делать с максимально возможного расстояния чтобы нанести врагам как можно больше повреждения от акулы затем запрыгиваем врага при помощи третьего умения также нанося хороший массовый урон далее врубаем второй скилл и бросаемся к своей жертве как правило такого прокаста уже должно хватить чтобы противник умер но в том случае если урона для убийства врага не хватает включаем комбинацию заклинания призывателя воспламенения но если вы решили забрать противника к примеру под его вышкой или просто из толпы то лучше всего будет после применения ультимейта продолжить атаку не с третьего скилла а со второго и первого а уже затем использовать баловство обман так как таким образом мы не только заберем противника но и сможем безопасно выйти из боя избегая лишних смертей ну и еще одна комбинация которая будет более эффективна уже в поздних стадиях игры выглядит следующим образом начинаем атаку с третьего скилла врываясь в толпу и нанося хороший урон по площади затем также включаем второй скилл и совершаем рамок первым умением соответственно в этот момент соперники либо разбегаются либо начинают вас атаковать в первом случае действуем по ситуации а во втором продолжаем нашу комбо атаку когда соперники начинают атаковать физа после полного его прокаста нам на помощь приходит стазис который обязательно должен быть в нашем инвентаре так как в поздней игре при тяжелых соперниках играть будет очень нелегко после выхода из тазиса продолжаем атаку вновь сочетая первое и второе умение затем повторно нажимаем третий скилл опять же либо для продолжения атаки либо для отхода в зависимости от ситуации такая комбинация позволит нам фокусировать атаки на себе что будет нам даже на руку так как убить вас у них не выйдет а на попытку сделать это они потратят много времени которого вашей команде должно вполне хватить чтобы отправить как минимум половину врагов в таверну что касается порядка прокачки умений то выглядит это следующим образом чтобы как можно скорее начинать забирать всю пачку вражеских миньонов нам необходимо как можно скорее прокачать наш третий скилл значительно повышая его урон и сокращая время перезарядки но для начала все же прокачиваем каждый из них на один уровень чего в целом будет достаточно для начальной стадии игры но если вы намерены играть агрессивно самого начала нанося большой урон по единичной цели то тогда первым делом я бы посоветовал максим второе умение повышая наш урон но в целом рекомендации по порядку прокачки вы видите на своих экранах теперь поговорим о рунах я перепробовал множество различных комбинаций рун вплоть до присутствия в ней клептомании но все же решил остановиться на одной единственной которая на мой взгляд является самой эффективной за основу мы выбираем казнь электричеством которая будет значительно повышать наш урон на протяжении всей игры а начальный этап игры является пожалуй самым важным ведь если вы начнете проигрывать свою позицию в начале то дальше шансов на победу будет меньше и меньше на позицию руны доминирования мы выбираем жесткость которая также будет полезна нам на протяжении всей игры так как она постоянно значительно будет повышать нашу силу атаки руну храбрости выбирать куда сложнее чем все прочие ведь от нашего выбора будет зависеть и наша выживаемость во время игры тут в целом каждая из них может быть полезным некоторых ситуациях и чтобы сделать верный выбор необходимо смотреть кто будет стоять против вас на линии но в целом странник духов будет полезен практически всегда так как повысит наше максимальное количество здоровья а также сопротивление к развить а также сопротивление к различным вражеским эффектом замедления ну и последний руна я настоятельно рекомендую брать сладкоежку физ становится очень опасным соперником в случае перри фарма то есть если количество полученного вами золото будет значительно превышать показатели всех остальных и это руна поможет нам стать именно таким физом но при условии если вы будете собирать абсолютно все медовые плоды что будут попадаться вам на пути даже если количество здоровья вашего чемпиона заполнена на все сто процентов вы все равно должны забрать плоды для получения золота разве что в начале игры нужно поберечь те плоды что расположены около вашей вышки для хорошего лечения стоя на линии а дальше собираем просто все подряд таким образом уже на средних этапах игры наш инвентарь будет выглядеть намного лучше чем у любого из ваших соперников что касается заклинаний призывателя то тут все крайне просто скачок для экстренного отхода или наступления и воспламенение для сочетания с нашей пассивкой и нанесения хорошего дополнительного урона спасибо в самом самом начале я бы рекомендовал купить сапог так как урона в целом нам достаточно будет и своего а скорость передвижения может сыграть хорошую роль на начальном этапе ну а уже далее будем повышать непосредственно силу наших умений для этого прекрасно подойдут гроза лечей и шляпа раба дона учитывая возможности физак достаточно хорошей скорости фарма мы можем приобрести эти артефакты довольно таки быстро что сделает из нашего чемпиона очень опасного соперника далее для сокращения перезарядки мы докупаем сапоги просветления которые впоследствии будут улучшены в ионийский стазис так как этот активный предмет позволит нам избегать опасных атак со стороны соперников и будет важной составляющей комбо действий на поздних этапах игры затем хорошим приобретением будет сфера бесконечности которая позволит нам повысить количество здоровья что будет крайне важным фактором к этому моменту а также позволит нам наносить еще больше повреждений соперникам за счет повышения силы умений и способности магического пробивания брони к тому же мы будем наносить увеличенный урон по целям чье количество здоровья опустилась ниже 35 процентов ну и разумеется бонус скорости передвижения от этого предмета никогда не будет лишним в том случае если у соперников есть к примеру саппорт с хорошим лечением то сферу бесконечности лучше будет заменить на молеланомикон что позволит сокращать лечение нашей цели при атаке а физу в это время будет также повышать и здоровье и урон от умений далее чтобы увеличить нашу броню и выживаемость чемпиона мы приобретаем артефакт под названием ангел хранитель который добавит еще одну способность тазиса и позволит нам избежать смерти в случае получения критических повреждений а также времени пока мы будем находиться в тазисе вполне достаточно для полного отката наших умений что позволит нам в некоторых ситуациях организовать хорошую контратаку в последний слот нашего инвентаря мы приобретаем посох бездны который также значительно повысит наносимый нами урон за счет отличных показателей повышения силы умений и за счет бонусов 40 процентов к магическому пробиванию и стоит напомнить что подобным бонусом к магической пенетрации не обладает больше ни один предмет как бы нам не казался силен физ начале игры как и любой другой чемпион он уязвим и нуждается в закупе первоначальных артефактов поэтому без необходимости не стоит влетать во врагов особенно все такие действия могут закончиться для вас смертью что всегда будет негативно влиять для вас на дальнейший ход событий на протяжении всей игры необходимо очень внимательно следить за карты что также может очень сильно повлиять на конечный исход сражения увидели к примеру что вашему леснику что-то или кто-то угрожает немедленно бросайте все и бегите ему на помощь также с убийствами лесных боссов и прочих объектов также подмечайте все что происходит на соседних линиях ведь физ обладает очень высоким ганг потенциалом и способен достаточно быстро прийти к своим союзникам на помощь и собрать очередной килл свою копилку а также ваше пристальное внимание сфокусированное на карте позволит избежать внезапных атак из вражеского леса ведь вы будете хотя бы примерно знать какой части карты находится вражеский лесник и предугадать его приход на вашу линию ну и разумеется нельзя забывать про варды которые просто постоянно обязаны быть у вас в откате и как только откатился каждый новый тотем тут же установили его в потенциально вероятное место прохода врагов стоя на линии необходимо уметь правильно оценивать угрозу исходящую от вашего оппонента если это чемпион дальнего боя то лучше держаться на расстоянии избегая лишнего риска а благодаря набору своих умений включая пассивку физ может продолжать свободно набивать крипов ни разу не уступая своему противнику а дальше просто набираем все терпение и ждем подходящего момента для хорошей атаке не забывая периодически стараться носить урон по врагу но опять же если это безопасно для вас но и в очередной раз повторю что необходимо постоянно следить за карты и если ваш лесник бежит на ганг вашей линии вы просто обязаны среагировать и помочь ему в этом действии так как в любом случае вы получите преимущество даже если и не сможете его убить на этом у меня все друзья как всегда очень надеюсь что данный гайд будет для вас полезен и вы сможете как можно скорее понять и освоить данного чемпиона повышая при этом и свои навыки игры в целом меня зовут декор и я с вами прощаюсь впереди нас ждет еще очень много полезных и интересных гайдов на различных чемпионов а чтобы их не пропустить подписываемся на канал и разумеется не забываем про колокольчик до скорых встреч и пока пока субтитры сделал DimaTorzok